Всем привет! Я Виктор Катющик. Сегодня мы поговорим о науке и конкретно о лжеученых, которые пытаются делать свое дело анонимно. Вот в связи с тем такая забавная информация. Мы уже разбирали деятельность некого Макара Светлого на YouTube-канале, где активно популяризируется лженаука, где идет обман широкой аудитории на тему научных знаний. Деятельность эта вся полностью совпадает с импортной концепцией лженауки, которую транслируют на отсталые страны, в том числе на нашу страну. Вот получил такую замечательную входящую корреспонденцию. Здравствуйте, Виктор Григорьевич! Смотрел ваши видео, в которых вы разбили критику со стороны Макарова Валерия, известного как Макар Светлый. В сети о нем имеется такая общедоступная информация. Макаров Валерий Николаевич, старший преподаватель кафедры физики и методики преподавания физики в Оренбургском государственном университете. То есть вот эта вот кукла с носом, снеговик с буратинским носом, да, это у нас товарищ скрывается за этим образом Валерий Николаевич. И тут далее даются ссылки, интервью, обзор кафедры и так далее. Полная страница информации дополнительной. Давайте посмотрим поближе на товарища Валерия, преподавателя Оренбургского государственного университета. Вот сюжетик. Уже обратная сторона луны. У нас в гостях Валерий Николаевич Макаров, преподаватель кафедры физики и методики преподавания физики ОГО. Сейчас он тебе все расскажет. Про обратную. Я передаю вам. Ну я смотрю вот так вот, он смотрит с опаской на то, что я... Как будто не разрушила. Да, да, да. Не повлияло вдруг на Марс или на Землю. Обратную сторону луны действительно была сфотографирована очень давно. В 1959 году первый снимок сделал советский аппарат Луна-3. Мы первые. Да, мы в данном направлении были первые. На самом деле у нас по лунной тематике вообще по лунному направлению Советский Союз очень больших успехов достиг. А где она, эта обратная сторона луны, покажите? Обратная сторона луны, она вот примерно вот так вот выглядит. То есть вот здесь, да? То есть вот эта вот, да. Посмотрите, вот сделайте крупный план и посмотрите все на обратную сторону луны. Так, наверное, давайте я вот так вот подержу. Вот она, обратная сторона луны. Больше вы нигде ее не увидите. Кроме как на маевке. В Оренбург. Кроме как еще можно прийти на открытые лекции в УГУ, которые будут проходить в эту субботу, и как раз Валерий Николаевич будет их ввести. Во сколько начало лекции? В час. В 13. Но там вы не зададите таких волшебных вопросов, которые задаем мы. Итак, значит, Россия, Советский Союз всегда были впереди... Вот такой вот замечательный товарищ занимается в свободное время распространением лженауки. В принципе, это близко к уголовному преступлению, когда широкая аудитория вводится в обман посредством средств массовой информации. И этот канал имеет много тысяч подписчиков и производится обман. Ну, визуально очень похоже на того человечка в маске. Голос совпадает. Вот еще один ролик такой замечательный. Люди всегда хотели узнать, как устроен тот мир, в котором мы живем. Человечество всегда изучало Вселенную. А также на лекции мы узнаем, каким образом сформировалась Вселенная, родилась Вселенная, а также узнаем ее конец и будет ли он. Обо всем об этом мы расскажем вам на данной лекции. То есть вот заманивание на лекции по лженауке. То есть популяризация материала. Это вот люди специально заманивают. Дальше. Гравитационные волны, как изменился мир за три года. Сейчас полностью комплект бреда. А вы знаете, что в 2016 году произошло грандиозное открытие гравитационных волн, которые повлияли на всю науку? А в 2017 году за это открытие была вручена Нобелевская премия. Это вот большая фальсификация, которая осуществлена с привлечением капиталов. Им было стыдно за свою деятельность. Но фальсификация имела место. И даже вот это вот за счет внешних грандов фондов поэшвили Нобелевской премии. И сейчас этот бред, этот обман уже распространен на весь мир. Этого наука уже не будет прежней. Мы по-новому смотрим на гравитационные всевозможные эффекты. Мы по-новому смотрим на черные дыры, нейтронные звезды и экспериментальную технику. Я приглашаю вас на мою публичную лекцию, которая произойдет в Оренбургском государственном университете, где мы обсудим эти вопросы. Люди по-новому смотрят на черные дыры, смотрят на объекты, которых нет, которые физически невозможны. Они теперь по-новому на них смотрят. На невидимые объекты они смотрят. На то, что невозможно увидеть. Ну что, молодцы. Такого падения в средневековый бред еще не было при развитии цивилизации. Вот все благодаря таким вот жуликам. Кроме того, этот жулик непосредственно распространял клевету на меня лично через свои каналы. В связи с чем? Ну, как бы последний намек. Рекомендую товарищу Макару, Валерию Макарову, снять опровержение и принести публичные извинения на своем канале за ту клевету, которую он про меня распространял. Это уголовка. Вот это точно уже уголовка. Товарищ Макаров, займитесь этим в ближайшее время. Часики тикают. Мы будем продолжать материалы о всевозможных жуликах в науке, которые, пользуясь средствами массовой информации, пытаются зомбировать наших добрых, ни в чем не повидных граждан. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь, распространяйте нашу информацию как только можете. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.